Уважаемые зрители канала Процветок, с вами Алексей Борисов. И сегодня я хочу поднять такую тему. Традиционно принято, что рассаду надо подкармливать, так как она растет в малом объеме и быстро усваивает все питательные вещества. Но я против подкормки рассады и сейчас объясню почему. И почему? Потому что именно она растет в малом объеме и при помощи подкормки очень легко растение погубить. Начнем с принципа, как растение вообще усваивает питательные вещества, как оно всасывает питательные вещества из почвы. Оно всасывает их за счет разницы концентрации питательных веществ в соке растения и концентрации почвенного раствора. Концентрация почвенного раствора, как правило, больше. И оно за счет осматического давления микро- и макроэлементы попадает в корни растений. Но когда мы добавляем в этот малый объем еще питательных веществ, мы можем избыточно повысить концентрацию почвенного раствора, и растение просто этой концентрации не выдержит и засохнет. И опять же, при правильном использовании, при использовании хорошего грунта, качественного, и при соблюдении сроков посева семян, пикировки и высадки в грунт, у вас проблем таких не возникнет, что рассаду надо подкармливать. Ей питания хватит от начала и до конца, но используйте грунт только от проверенных производителей, потому что питательные вещества из грунта могут не усваиваться не потому, что их там нет, а потому что он просто кислый или щелочной, и поэтому растение не может взять питание оттуда. Это кислотность грунта должна быть где-то в районе 5,5-6. Поэтому покупайте только грунт от проверенных производителей, которым вы давно пользовались и который доказал свою эффективность. Либо, как я делаю, как я обхожусь сам, я грунт не покупаю. Я беру просто низинный торфяник, который имеет кислотность в районе 5,5-6, ну до 6,5, перемешиваю его с песком и использую его для посева семян и дальнейшей пикировки рассады. В нем в торфе предостаточно питательных веществ, он подходит по параметрам кислотности и растению хватает питания для того, чтобы вырасти до нормальных размеров, до пикировки. С вами был Алексей Борисов, канал Процветок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, дальше будет интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok